Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройля. Штрэбух! Всем привет! С вами Штрэбух, пищеварительный гигант и расхититель помоек. Как вы видите, ребятки, помоечка меня снова сытно покормила. Насобирал я эту еду примерно за недели две. Здесь есть очень сытный арбузик. Правда, его уже кто-то откусил, но это, в принципе, не повлияет на вкус. Также есть большое количество булок, колбаска и даже есть конопляное маслице. Видос будет очень сытным и вкусным, так что всем приятного просмотра. Поставьте лайк под видос и напишите в комментариях, через сколько я просвусь после этой еды из помойки. А сейчас первым делом, я думаю, нужно поджарить вот это мясцо, которое я нашел на помоечке Ленты. Это, ребятки, свинина. Посмотрите, сколько. Кто-то бы ее купил за 337 рублей. Здесь полтора килограмма отборной свинины из мусорного бачка. Пахнет мяском, ребятки. Сейчас проверю, возможно, все-таки свинина пропала. Не, пахнет восхитительно. Сейчас я приготовлю из этой свинины фркаде из ягненка. Ммм, да тут целая нарезка. Все готово для шашлыка. Приступим к прожарке. Нужно обязательно ручки помыть, а также смочить сковородку конопляным маслом. Я никогда в жизни не пробовал масло конопляное. Мне интересно, вставит ли оно вообще или нет. Потому что, как вы видите, здесь бошки нарисованы. Это жесть. Нерафинированное, холодного отжима. Масло конопляное. Конопляное. Видимо, это мясо будет галлюциногенным от конопляного масла. Я не знаю, пахнет обычным маслом. Коноплей даже не отдают. Я, кстати, никогда не готовил в обзоре еды из помоев. Я думаю, это будет очень вкусно пахнуть. Я вот даже не знаю, промыть ли мне это мясо. Потому что оно все-таки просрочено на три дня. Я думаю, ему ничего не будет. Пожарим небольшую порцию. Я не особо троглодит. Я не знаю, что ты далеко. Насытное мясо. Сейчас я поеду халяву. Хорошо. Блин, как я люблю поесть. Вкусный обед не обеспечен. Помоечка кормит, как обычно. Как обычно. Кормит, как обычно. Беби, очень вкусно будет. Беби. Хау. Мау. Пахнет изумительно. А теперь нужна приправка. Нихуя уебал, блядь. Мау. Мау. Че за хуйня, блядь. Кто там? Чувак. Че? Это твой сосед, блядь. Ты че здесь готовишь? На конопляном масле? Ну да. Да хуй ел совсем, что ли? Извини, я не хотел. Пахнет? Очень вкусно пахнет. Можешь показать? Да. Как ты готовишь? Хорошо. Ну, такой вкусняшки. Ушли, угощем. Пойдем. У меня вот здесь мясо жарится уже. Но в твоей рецептуре есть проблемы. Есть косяки. Какие? Мы сделаем это по-китайски с тобой. Давай. У меня там есть что-то для этого. А что есть? Вот. Вот, я вижу, у тебя кунжут. Да. Остер флаурет соус. Остерский соус. Торговая марка. Устричный соус. Давай сделаем с устричным соусом, чувак. И с кунжутиком. И с кунжутиком. Ну, давай тогда приготовим. Ну, тогда открывай. Ах ты, запечатанная? Конечно. И знаешь откуда? Откуда? С помойки. Ты тоже роешься в помойке? Я тоже роюсь в помойке, клянусь тебе. Я думал, ты мне хочешь отрезы дать, если честно. Досрался. Нет. Братан. Просто сердце к сердцу, рука к руке. Мы будем с тобой всегда на помойках рулить. Да, хорошо. Такое. Давай, познакомь. Ты знаешь этот рецепт? Я об этом уверен. Подержи костыль. Ой-ой-ой-ой. Ох, я как пахну. Я тебя научу. Восхитительный. Ой-ой-ой. На конопляном-то маслице и семечками конжута это просто восхитительное. И самое главное, из помойки. А почему ты так мяукаешь? Мне когда вкусно мяукаю. Ну так, а мне когда вкусно, я лаю. Аф, 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 аф. Это вот это? Да. Это очень много. Я даже так не нахожу. Меня помойка хорошо порадовала. А почему арбузы откусан кусок? Я хочу тебе вот положить сюда. И мы вместе сейчас его попробуем. Да, ну а вот это что? Я не могу понять. Вся эта еда прямиком из помоечки. Дай быть такого не может. Может. Все из помоечки. Я, блин, ну да. Это сальса? Что-то неприятное на вид. Это очень вкусно, ребята. Это просто жесть. Ой, какое сочное. Ой, какое мягкое. Великолепно. Зачем переплачивать? Нет смысла. Нет смысла переплачивать. Вот видишь, как бывает. Пришел к соседу с агрессией, а вышел с сытым желудком. Ну, тогда он вот очень большой. Кунжутик. Такого в ресторане, ребята, не купите? Да ладно? Ты сможешь это съесть? Кстати, сосед, я тебе знаешь, что принес? Ты сейчас увидишь. Я принес тебе из своей квартиры острые чили-перцы. И готов ли ты испытать свой желудок как пищеварительного гиганта? Конечно. Я взял себе самый большой. Ну, тогда... Они засохшенные. Они все равно острые. Ну, так как сухарики. Ну, тогда... Смотри, а запивать будем, ну, как в челленджах, молоком. Прожевать там до конца и съесть. Я-то запить. Очень остро. У меня все горит. Твой рот горит, пиздец. Ой, блядь. Можно мне тухлого молока? Фу. Очень жжет. Блядь, наверное, соседи думают, что мы здесь порно снимаем, короче. Да правда, очень остро. Не могу просто. Зря мы с них начали. Ну, тогда... Так, я предлагаю загусить это сальцем. А я заем это арбузиком. Кстати, да. Нет, я поддерживаю твою тему. Блядь. Блядь. Блядь, мне из носа идет. Все. Я хочу самую сердцевину съесть. Так сожри. Кто тебе запрещает-то? Все же бесплатно, из помоища. Ну, почти. Давай вот так. Нет. Все, дурак, блядь. Промахнулся в полуая. У меня гель для укладки закончился. Найти тебе на помойке? А, арбузиков. Нормальная тема, кстати. Ой, господи. А он свежий или что? Ну. Освежает, да, Воники? Кстати, не испорчу. А гранатик. Гранатик, мне кажется, это напоследок. Подгнил слегка. Ну ладно. Чем он подгнил? Я смотрю, ты и пирожков нашел. Да. Помоечка здорово накормила пирожков. Ой, сколько сока. Дорогая. Это фуд порно. Надо больше сока после перца. Подожди. А это что такое? Крылышки. Ты же говорил, это вот эти штуки? Мои. Ну тогда покажи. Их не видно под пиджаком, но очень мощные. Ё-фу, мать. Это очень вкусно. Заедай гранат курицей. Жри, короче. Свежая. Абсолютно свежая. А какой срок годный? Сейчас я посмотрю. До 22 числа. Просрочено. А чем какое? Какое сегодня число? Так я тоже живу, как и ты, короче. Я не понимаю, короче, какое сегодня число. Просрочено на 3 дня, ребят. Слушай, ну как тебе перчик? Очень жесткий. Очень жесткий. Он меня взбодрил сильно. Ну так да. Я отрезвел даже. Я думаю, после курочки хорошо залетит вот это молочко. Давай попробуем. 3,2%. Большая кружечка. Это детское молоко? Да. Срок годности до 30-го, 0,8-го. Просрочено на 2,5 месяца. Да ладно. Я такого еще не пробовал. Всегда все бывает в первый раз. Молоко просто супер, потому что, видимо, химическое. Оно абсолютно хорошее. Угу, восхитительное. Угу. Блядь. А вырезка? Вырезку я хотел попробовать вот в последнюю очередь. И тоже с острым перцем. Не, не, я уже. Давай попробуем булочки. Чем они? Конвертик с серни военной начинкой. Ну, у меня, сударь, по-моему, он в говне весь. Или это мое ошибочное мнение? Я не забыстрал. Слойка с сосиской. Очень вкусно. Подожди. А у тебя с чем? С черничкой. Так давай меняться. Так я это уже облизал. А, то бишь, штребух. Ну ладно. Брезгает, да? Нет. Давай сюда, блядь. Ой. Ну вот молочко, вот это молочко. Чем-то, ну, хоть они и просроченные, мне кажется, абсолютно нормально. И оно спасло еще и от перца. Хорошо и шутно. Ну, тогда пирог подъезжай. Что у вас, сосед, еще есть? Запеканочка творожная с манго и маракуйей. То бишь, ты хочешь уже прийти, ну, потихонечку к... Вот я у вас видел, тортик здесь стоит. Мне вот это интересно очень. Берите тогда. Нет. Я имею в виду, ты потихонечку хочешь к десерту подойти. Да. А, подожди, это не крыса кусала тут? Возможно, большой спринтер на помойке. Ну, как она на вкус? А я никогда не понимал, что такое расхититель помоя. Это вот так называется? Да. Она дозированная у меня. Ты хочешь сказать, что их можно наесться и опинеть? Да. Ну, круто. Я смотрел какой-то ролик. Обезьяны ехать всякое говно, короче. Ну, вот стухшие, короче. Сливы там, ананасы, короче. И потом валялись пьяные просто. Так давай попробуем. Так да, мы уже делаем это. Фу, блядь. Что такое? Не, амана. Это моя. Состочка попала и зубами. Есть такая, как сказать, теория, что если груши с молоком со скисшем выпить, ты на следующий день просто... За ваше здоровье, ребятки. Блин, ну это пиздец. Да, я тоже тогда. У меня сытная булочка. С корицей. Подожди, это с корицей булка? Да. Ну, так это надо с молочком. Что еще у тебя есть? Крылышки мы пробовали. Есть колечко песочное. Не люблю. А как тебе такая курочка? Ну, это я с собой заберу. И сделаю на мангале. Вот эту хуйню, короче. Давай вот этого отведаем. Я сервела-то сильно хочу. Я тоже. Не пойму. Как пахнет? Непонятно. Есть подозрение на пробитие. У меня лучшие, короче, вкусовые рецепты рабочие у тебя. Да нет, просто копчатые. Строг годности до 23-го. Сегодня 25-е. Просрочил на два дня. Крылышки у меня особо страшно. Тебе оператор тоже, чтобы не голодал. И мне кусочек. Вкусно. Очень вкусно. Превосходно. А что ты здесь натворил-то, блядь? Я думаю, что это, ну, опасно для пищеварения. Или пищеварительный гигант сможет это сделать? Я смогу это съесть, мне не опасно. Ну, если ты перец съел, я думаю, что ты сможешь это сделать. Ты, блядь, охуел ли что, блядь? Колбасу сюда нам. Крыса, кстати, оказалась нормальная. Сюда, блядь, отдал. Офигеть. Сюда, блядь. Я тебя там покормлю. Слушай, да я спрячу. А вот ты тёмал. Подъехал, да? Ну, а скаф нету чуть-чуть. Нет, ты упрощаешь, не дай. Ну, я понял, да. Хорошо. Очень хорошо. Так, что ещё есть? Груша, перчики твои. О! Вот. Сальца. Ну, это интересно. Ну, тогда. Открываем, блин. Это даже, ну, очень страшно, ребят. Давайте будем извлекать. Ой, оу. Вроде норма. Так норма, ну, блин. А, нету, сочек. Нормально, нормально. Выглядело просто не особо красиво. Нет, там просто фишка заключается в другом. Какой-то маринад просто, как будто огурцов туда напихали вовнутрь. Вот это где ты нашёл? В помоечке ленты. Уважаю. А что это там вообще? Что это? Цыплёнок ты пока. Это убирай, потому что... Он уже глаз положил. Конечно. Это оказалось одной из самых вкусных вещей. О, мангустин с мясом. Я предлагаю, короче, ещё по перчику съесть. Нет, я не буду его есть больше. Ну, я съем ещё один. Фу. Ты таким образом дезинфицируешься? Ну, да, да, да. Правильно. Мангустин с мясом мне не подушили. Как это мангустин? Не знаю. Какой мангустин? Это мясо. Фу, блядь. Не понравилось? Нет, ничего, в принципе. Ой, блядь, да. Это тухлое было. Этот пирожок был исполчен. Есть пробитие. Услада с куриными грудками. Куриные грудки услада. Что там внутри находится? Я не буду. Ты психанул, получается? Да, я не буду это есть. Почему? Потому что мне невкусно. Я весь вечер хочу, ну, и смотрю туда. Давай, доставай его. Он испорченный. Самое заветное оказалось самым плохим, как вообще. Ты понимаешь? Да, я понюхаю. Чем пахнет-то? Да он, походу, пропал. Чего? Пропал. Ёба-народ, блядь. Что нахуй, охуел, блядь? Давай, давай. Блядь, что-то как-то не очень. Блядь. Колбаска осталась. От него береги. Что смотришь, блядь? Моя на. Блядь. На меня колбаса упала. Донат-син. Донат-син. Дай ни один. Не советую. Вот не донат-син, а бляшины. Не, я пас. Ой. Ты понюхал? Здесь точно все испорчено. Оно липко тянется. Да, да, да. Ой. Ну что, сосед? Иди нахуй отсюда. Да, да. Раз так все было, ну, прикольно, короче, давай я курочку заберу, короче. Да. Только в следующий раз теперь ты меня коррю. Без проблем. Ой. Себался отсюда. Давай. Люся! Люся! Ладно. Давай. Давай. Братан, все. Давай. Ребят, я в ахуе от такого соседа пиздец, блядь. Ой, посмотрите, что наделал. Я в шоке, тут все зарыган. А это мне на потом. С вами был пищеварительный гигант Штребух. Была еда не особо, конечно, аппетитная, но самое вкусное это было мясо, которое мы пожарили по китайскому рецепту. Спасибо огромное соседу, что пришел. Немножко мы тут насвинячили, конечно, но это, в принципе, не особо страшно, ведь все нужно будет отмыть. Если вам понравился данный видеоматериал, поставьте лайк под это видео и напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы в следующий раз продегустировали. А с вами был пищеварительный гигант, просто расхититель помоек. Встретимся в следующих видосах.